В Кабардино-Балкарии подвели итоги черкесского дерби. Это самый продолжительный конный пробег тысячи километров тяжелейшей трассы. Каждый день с шести утра и до шести вечера обязательно нужно было преодолевать по сто километров. В день подведения итогов этих увлекательных соревнований на месте работала наша съемочная группа. Зарема Карданова подробнее. Всадникам нужно было уложиться в определенное время, за 10 дней пройти все сто километров с утра и до шести вечера. И так каждый день. За соревнованиями следили российские и международные судьи. Мы отслеживаем всадника по ГЛОНАССу, чтобы они шли четкую дистанцию, потому что это все будет доказательной базой того, что они делают рекорд. К участию допускались скакуны старше семи лет. Несмотря на то, что эта порода отличается скоростью и выносливостью, из 11 скакунов до финишнего дня добрались только трое – Инал, Шагди и Казбич. На самом деле стартовать должно было больше лошадей, но здесь достаточно жесткие критерии отбора по ветеринарным показаниям, по готовности лошади к этим испытаниям и даже по готовности всадника к этим испытаниям. Поэтому, конечно, не все желающие могли принять здесь участие. Работа фонда находится под пристальным вниманием Института коневодства России. На ДРБ приехал руководитель этого научного учреждения, который рассказал о совместной работе с сотрудниками Германского университета имени Гумбольта по изучению генома лошадей кабардинской породы. Мы теперь будем иметь полнейшее представление о генетических особенностях кабардинской породы. И, кстати, вот это мероприятие, оно тоже нам дает уникальный материал. Это событие стало достоянием всех его участников, ветеринарного состава и международных экспертов благодаря большому энтузиасту, учредителю фонда сохранения и развития кабардинской лошади Артуру Себекову. Эта порода имеет самое серьезное будущее в мировом спорте и в мировых дистанционных испытаниях. Под вечер к назначенному времени под радостные возгласы и звуки национальной гармоники встретили финишеров этих уникальных соревнований. Каждый российский диплом дублируется дипломом мирового рекорда. Рекорд, наибольшее расстояние, преодоленное за 10 суток верхом в России с результатом 1200 километра 300 метров, официально объявляется зафиксированным. На подиуме стоят скромные всадники с дипломами и кубками, но они сегодня главные герои, которые вместе со своими питомцами преодолели исторический путь. Думается, и Роберт Кунижев, и Арсен Дудов, и Шамиль Гатов в душе благодарят своих братьев меньших, ведь не зря в черкесском языке слово «ш» означает «брат». Зарима Карданова, Мухаммеда Шибоков, Веси, Карачаева, Черкесия.